Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается модификация пирамидки под названием Magic Tower. Это не уникальная головоломка. С таким же принципом сборки есть несколько других. Corner Master Morphix, Triangle Pyraminx и Duomo Cube. Все они, несмотря на внешние различия, собираются одинаково. Но на базе именно этой модели созданы более сложные версии 4х4, 5х5 и 6х6. В сборке каждой будет этап 3х3, то есть обычного Magic Tower. Также есть версия без центров и зеркальная. А значит нужно уметь собирать базовую головоломку. Для понимания гораздо проще, если форм-фактор будет одинаковый. Именно поэтому на данной модели я буду записывать подробное обучающее видео. И на него я буду ссылаться, объясняя сборку более сложных. Сборка Magic Tower состоит из двух этапов. Сначала мы его собираем как классическую пирамидку, а после расставляем центры по своим местам. Отличие Magic Tower и обычной пирамидки заключается в том, что здесь нет таких тривиальных уголков. А значит их не нужно собирать. Но зато есть вот эти центральные элементы, вместо которых у обычной пирамидки было отверстие. Появляется лишний этап сборки. Те, кто умеет собирать обычную пирамидку, попробуйте первый этап выполнить самостоятельно. Для тех же, кто с этой головоломкой не знаком, я сейчас подробно покажу, как это делается. На классической пирамидке на первом этапе собирается красная звезда. Можно и другого цвета, но для определенности начнем именно с красного. Для этого для начала нужно повернуть тривиальные уголки так, чтобы вот эти цвета совпадали. Красный и желтый не совпадают. Поворачиваем. Вот здесь красные совпадают. Можно добиваться совпадения любого цвета. Главное, если с одной стороны совпало, то ее со остальных тоже совпадет. Уголков в пирамидке четыре, поэтому такую процедуру максимум придется сделать четыре раза. Вот четвертый уголок. Далее нужно найти три красных угла. Один, второй и третий. Если поставить пальцы на эти три красных угла, то сейчас мы красного цвета не видим, но если посмотреть с других сторон, то там есть красные грани. Если головку держать именно так, то на той грани, которая оказалась сверху, должен быть красный цвет. Если мы повращаем эти угловые элементы, то красный цвет сюда повернется. Так. И вот так. И мы получаем красную звезду. А это и есть цель первого этапа. Также вместо того, чтобы искать три красных уголка, можно найти один, у которого красного цвета нет. И поместить его назад. Тогда грань, которая оказалась перед нами, должна содержать красный цвет. Также поворачиваем уголки на себя красным цветом. И получаем красную звезду. Есть два способа, выбирайте, какой нравится. На Magic Tower, как я уже сказал, нет тривиальных уголков. Поэтому сразу пытаемся повернуть три красных угла в нужное положение. Один красный. Тут нет красного. Здесь есть красный. И здесь есть красный. А значит, вот на эту грань нужно повернуть все углы красным цветом. Но один красным уже повернут. На центр внимания не обращаем. Вращаем остальные. Вот красный и вот красный. Нам достаточно того, что вот эти три уголка красным цветом развернуты на нас. На это ребро внимания тоже пока не обращаем. Также мы могли бы найти один уголок, который красного цвета не содержит. Вот этот. Расположить его сзади. После чего на эту грань развернуть оставшиеся углы красным цветом. Один, второй, третий. Опять здесь лишнее красное ребро. Нам достаточно вот такой картины. Это равносильные ситуации. Три красных угла повернуты на одну грань. На следующем этапе мы собираем первый слой. Для этого нужно красные ребра, а это элементы с двумя цветами, поместить на первый слой, так чтобы цвет нижней и боковой грани совпадал с цветом элемента. Для этого мы ищем наверху ребра с красным цветом. Помимо красного цвета есть какой-то еще. Мы поворачиваем верхнюю часть пирамидки до тех пор, пока второй цвет красного ребра не совпадет с нижними уголками. То есть вот здесь зеленые цвета совпадают. Если повернем сюда, зеленый и желтый не совпадают. Нам нужно, чтобы совпадало. Возвращаем сюда красное ребро и здесь зеленый цвет совпадает. Ребро располагается справа. Значит, для того, чтобы поставить это ребро на первый слой, мы поднимаем левый уголок, вставляем сюда ребро и опускаем левый уголок. Смотрим, что получилось. Зеленый цвет совпал, красный совпал. Ребро находится на своем месте. Если мы не будем совмещать второй цвет, к примеру, вот красное-зеленое ребро, мы понимаем, что нужно поставить его сюда и пытаемся точно так же его сюда поместить. Поднимаем, вставляем, опускаем. Видим, что цвета не совпадают. Значит, мы сделали неправильно. Нужно было вот этот зеленый цвет совместить с цветом угла. Если ребро находится справа, то мы поднимаем левый уголок, вставляем ребро и опускаем левый уголок. Давайте попробуем на остальных элементах. Вот у нас есть красно-желтое ребро. Вращаем до тех пор, пока у нас вот этот желтый цвет, второй помимо красного, не совпадет с цветом уголка. Желтый и зеленый не совпадают. Желтый и синий не совпадают. Желтый и желтый совпадают. Ребро находится слева, то есть зеркально предыдущему случаю. Значит, мы теперь поднимаем справа уголок, вставляем туда ребро и опускаем назад. Три движения. Проверяем. Желтый, красный. Все совпадает. Ищем дальше красные ребра на верхней части пирамидки. Вот у нас нашлось красно-синее. Синий цвет нужно совместить с цветом уголка. Мы видим, что рядом как раз находится синий уголок. Ребро справа. Значит, мы поднимаем левую сторону, вставляем туда ребро и опускаем в левый уголок. Первый слой собран. Важно, чтобы получилось, что здесь вот полоска одного цвета. Синяя, зеленая и желтая. А здесь красная сторона. Если у вас получилось, что на верхней грани нет уже красных ребер, красная сторона как бы собрана, но вот этой полоски нет, значит, у вас нижняя грань собрана неправильно. Вот здесь хорошо, а вот здесь нет. В любом случае, если у вас кончились ребра на верхней части пирамидки, а нижняя часть не собрана, значит, ребра стоят либо не на своем месте, либо стоят неправильно. В данном случае зелено-красное ребро стоит на месте желто-красного. Чтобы поставить его на свое место, нужно отсюда как-то извлечь. Для этого можно использовать простую комбинацию под названием пиф-паф. Делается она следующим образом. Мы опускаем правый уголок, опускаем левый уголок, потом поднимаем правый уголок и поднимаем левый уголок. Четыре хода. И у нас ребро поднялось, теперь его можно поставить на свое место. Здесь цвет зеленый, с желтым не совпадает, с синим не совпадает, с зеленым совпадает. Ребро находится справа, иначе поднимаем слева, вставляем ребро, опускаем. Теперь у нас наверху появилось еще желто-красное ребро, которое также нужно поставить тем же способом на место. И вот такой случай. Наверху красные ребра тоже кончились, но нижний слой не собран. Вот это ребро стоит на своем месте, но развернуто неправильно. Мы здесь также применяем комбинацию пиф-паф. Для того, чтобы поднять ребро наверх, опускаем правый угол, опускаем левый угол, поднимаем правый, поднимаем левый. Ребро поднялось, сразу совпадает с желтым цветом, и уже известным алгоритмом ставим на свое место. Поднимаем, вставляем, опускаем. Первый слой собран. Также элементы можно ставить на первый слой при помощи пиф-пафа, который только что показывал. К примеру, есть у нас синий-красное ребро, и мы знаем, что его место вот здесь, между синий-красными углами. Ребро обращено к нам красным цветом, а значит, цветом нижней грани. В этом случае мы можем не совмещать вот эти синие цвета, а сразу из такого положения сделать пиф-паф. Ребро находится справа, поэтому делаем пиф-паф, начиная с правой стороны. Опускаем правый угол, опускаем левый угол, поднимаем правый, поднимаем левый. И ребро стоит на месте. Аналогичный случай, когда у нас желто-красное ребро тоже должно находиться вот здесь, но оно располагается слева, и красным цветом смотрит на нас. Мы можем не переводить его вот сюда, после чего делаем три хода, а сразу с этого положения сделать пиф-паф. Но так как ребро находится слева, мы должны сделать пиф-паф левый. А именно, опускаем левый уголок, опускаем правый, поднимаем левый, поднимаем правый. Первый слой собран. Соберем первый слой на Magic Tower. Красная грань снизу. Находим красное ребро. Вот у нас красно-зеленое. Ну давайте по первому способу совместим зеленый цвет с цветом уголка. То есть вот здесь зеленый совпадает. Ребро находится слева, поэтому поднимаем противоположный уголок, то есть правый, вставляем ребро и опускаем уголок. Вот ребро стоит на своем месте. Ищем дальше. На верхнем слое красные ребра. Находим сине-красное. Вращаем нижний слой до тех пор, пока синий цвет не совпадет с цветом уголка. Вот совпало. Ребро находится справа, поэтому поднимаем уголок слева, вставляем туда ребро и опускаем уголок. Ребро на месте. Ищем следующее. Вот желто-красное. Здесь уже желтый цвет совпадает с цветом угла. Ребро располагается слева. Поднимаем противоположный уголок, правый, вставляем ребро и опускаем. Первый слой собран. На центры внимания пока не обращаем. Желтая полоска, синяя полоска и зеленая полоска. Все хорошо. Ну и здесь красный треугольник. Далее на классической пираминке нужно собрать верхнюю часть. Для этого первым делом очень важно, нужно повернуть верхнюю часть таким образом, чтобы цвета уголков на одной грани совпадали. Вначале мы получаем в каком-то таком состоянии зеленый, синий. Не совпадает. Нужно, чтобы все уголки были одного цвета. И именно из такого положения нужно определять, какая ситуация у нас получилась. Всего, возможно, пять ситуаций. Но решаются они, по сути, тремя алгоритмами. Давайте рассмотрим их все. Первая ситуация как раз у нас сейчас здесь. Вынимательно смотрим на ребра. Вот желто-синее ребро. Оно не совпадает ни с этой гранью, ни с этой по цвету. Желто-зеленым не совпадает, синий с желтым не совпадает. Получаем, что это ребро, которое не совпадает ни с одной гранью. Смотрим дальше. Ребро зелено-синее. Зеленый цвет с желтым не совпадает, а синий цвет с синим совпадает. Это ребро не совпадает только с одной гранью. Ну и вот это ребро такое же. Всего ребер на верхнем слое мы найдем три. Одна сторона не совпадает, вторая совпадает. Мы должны взять пирамидку так, чтобы ребро, которое не совпадает совсем ни с одной гранью, оказалось сзади. Далее мы видим перед собой, что с левой стороны все красиво, а с правой нет. Если неправильный цвет располагается справа, мы начинаем делать пиф-паф справа. Опускаем, опускаем, поднимаем, поднимаем. Сделали правый пиф-паф. Далее мы видим, что поднялось красное ребро. Надо его поставить на место. Поворачиваем, так чтобы синие цвета совпадали. И привычным алгоритмом, которым собирали первый слой, ставим это ребро на место. Оно справа, значит поднимаем слева. Вставляем ребро и опускаем. Пирамидка собрана. Повторим для закрепления. Первым делом мы доворачиваем верхнюю часть так, чтобы цвета совпадали. Цвета уголков. Вот три синих уголка. На каждой грани они будут совпадать. Если вы будете определять ситуацию из такого положения, то пирамидку собрать не получится. Обязательно доворачиваем, чтобы цвета уголков совпадали, после чего определяем ситуацию. Это ребро совпадает одной гранью. Это ребро не совпадает ни одной. Это совпадает одной. Совсем не совпадающий элемент располагаем сзади. Далее начинаем делать пиф-паф со стороны неправильного цвета. Здесь вот справа зеленый на желтой грани. Делаем правый пиф-паф. Красное ребро поднялось. Совмещаем желтые цвета и ставим ребро на место. Пирамидка собрана. Также возможна зеркальная ситуация. Сначала доворачиваем верхнюю часть. Уголки совпадают. Проверяем. Одна совпадает сторона, вторая нет. Одна совпадает, вторая нет. Две стороны не совпадают. Вот это полностью не совпадающее ребро располагаем сзади. И видим теперь, что на синей грани неправильный цвет располагается слева. Эта ситуация зеркально предыдущей. Сделаем тот же алгоритм, но начинаем пиф-паф слева. Опускаем слева, опускаем справа, поднимаем, поднимаем. Опять поднялось красное ребро. Его нужно поставить на свое место. Совмещаем цвета. Ребро слева, поднимаем справа, вставляем ребро, опускаем. Пирамидка собралась. Рассмотрим, как это выглядит на Magic Tower. Также сначала проверяем цвет уголков. Здесь желтый, здесь два синих. Доворачиваем верхнюю часть. Синий, синий. Цвет одинаковый, значит можно определять ситуацию. Смотрим на цвета вот этих ребер. Зелено-желтые не совпадают ни с синей стороной, ни с зеленой. Синий-желтые не совпадают с зеленой, совпадает с желтой. И здесь зелено-синий с одной стороны совпадает, а с другой нет. У нас получается есть ребро, которое не совпадает ни с одной гранью, и два ребра, которые совпадают наполовину. То ребро, которое совсем не совпадает, располагаем сзади. На цвета центров пока не обращаем никакого внимания. Далее смотрим. Вот здесь вот желтая сторона хорошо совпадает, а здесь цвет неправильный. Значит начинаем делать с правой стороны пиф-паф. Делаем пиф-паф. Видим, что поднялось красное ребро. Поворачиваем сюда. Желтые цвета совпадают. Ребро справа. Значит поднимаем слева, вставляем, опускаем. Голомка не собрана, но все ребра стоят на своих местах. Также Magic Tower может и собраться. Тогда последний этап по сборке центров выполнять не придется. Цель этапа достигнута. Рассмотрим зеркальный случай. Также проверяем цвета уголков. Доворачиваем, чтобы все три были одного цвета. И определяем ситуацию. Ребро совпадает наполовину. Также наполовину. Ребро совсем не совпадает с цветами угла. Помещаем его сзади. И смотрим на переднюю грань. На центр не обращаем внимания. Справа все хорошо, а слева цвет неправильный. Начинаем делать пиф-паф слева. Опускаем слева. Опускаем справа. Поднимаем слева. Поднимаем справа. Получаем красное ребро. Совмещаем синие цвета. Поднимаем справа. Вставляем ребро. Опускаем справа. Также все элементы, кроме центров, собраны. Ситуацию, которую на классической пирамидке определить проще всего. Все элементы стоят на своих местах. Одно ребро полностью по цветам совпадает. А два других, несмотря на то, что на своих местах, но развернуты другой стороной. То есть зелено-желтое ребро стоит там, где нужно, но цвета наоборот. И таких ребер два. То есть два ребра перевернуты на своих местах, а одно ребро стоит правильно, и цвета все совпадают. В этом случае мы также располагаем красную грань снизу. Неправильные ребра перед собой. И делаем следующую комбинацию. Сначала правый пив-паф. Появилось красное ребро. Но на этот раз мы отводим его не сюда, а назад. Она вот здесь вот сзади оказалась. Теперь поднимаем левый уголок, вставляем туда ребро и опускаем. Пирамидка собрана. Повторим. Напомню, что уголок верхний с нижними должен совпадать по цвету. То есть доворачиваем. После этого определяем ситуацию. Два ребра на месте развернуты. Одно стоит хорошо. Два неправильных располагаем перед собой. Делаем пив-паф. Отодвигаем красное ребро назад. Поднимаем левый уголок. Вставляем ребро. Опускаем левый уголок. Эта же ситуация на Magic Tower. Проверяем. Цвет верхнего угла зеленый. Здесь синий. Доворачиваем. Синий, синий. Все хорошо. Видим. Синий-зеленый развернуты на своем месте. Синий-желтый тоже. А зелено-желтый ребро совпадает полностью по цветам. Располагаем правильное ребро сзади. Два неправильных перед собой. И выполняем тот же самый алгоритм. Пив-паф. Красное ребро. Отодвигаем назад. Поднимаем левый угол. Вставляем ребро. Опускаем левый угол. Все кроме центров собрано. Следующая простая в определении ситуация. Опять доворачиваем уголок. Зеленый-желтый не совпадает. Вот так совпадает. Мы видим два одинаковых цвета у ребер. Называемые глаза. И такие глаза будут на каждой грани. Не важно с какой стороны выполнять алгоритм. Главное, чтобы красная грань была снизу. Делаем следующие движения. Опускаем правый уголок. Верхний поворачиваем против часовой стрелки. Поднимаем правый уголок. Верхний опять поворачиваем против часовой. Опускаем правый уголок. Верхний поворачиваем против часовой. Поднимаем правый уголок Семь движений мы поочередно опускаем Поднимаем правый уголок А верхний всегда вращаем против часовой стрелки Повторим глаза с каждой стороны Опускаем правый Поворачиваем верхний Поднимаем правый Поворачиваем верхний Опускаем правый Поворачиваем верхний Поднимаем правый пирамидка собрана. Но не всегда с первого раза пирамидка соберется. Может быть такое, что вы сделаете эти 7 движений опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. А у вас ситуация особо не поменялась. Также пирамидка не собрана, также есть глаза на каждой грани. В этом случае нужно просто движение повторить. То есть делаем то же самое. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Дело в том, что предложенный алгоритм перемещает ребра по часовой стрелке. Если вот это сине-желтое ребро перейдет вот сюда, то оно встанет не на свое место, и нам потребуется повторное применение. Но также можно сделать алгоритм зеркально, и с первого раза все получится. Как определить? Вот это ребро должно перемещаться вот сюда и становиться на свое место. Тогда делаем алгоритм справа. В нашем случае это не так. Но зато левое ребро, если переместить сюда, то оно встанет на свое место. То есть нужно движение против часовой стрелки. Также можно определять, если цвет вот этого уголка, вот с этим цветом совпадает, то делаем правый алгоритм. А если этот цвет с этим не совпадает, то делаем левый. Делаем те же самые движения, но зеркально. Опускаем левый уголок, поворачиваем верхний по часовой, поднимаем левый, вверх по часовой, опускаем левый, вверх по часовой, Поднимаем левый Проще, конечно, делать всегда правый алгоритм Либо один, либо два раза Но выбирайте, как вам удобнее На Magic Tower это выглядит вот так Доворачиваем сначала синий к синим И смотрим Здесь у нас одинаковые ребра Здесь одинаковые И здесь одинаковые То есть глаза на каждой грани Можем посмотреть, что вот этот цвет с этим совпадает Значит достаточно выполнить правый алгоритм Опускаем, поворачиваем Поднимаем, поворачиваем Опускаем, поворачиваем Поднимаем В данном случае Magic Tower собрался полностью Но это не обязательно Центры могут на места не встать Ну и зеркальный случай Доворачиваем уголки Проверяем, что вот цвета не совпадают Передний вот с этим боковым А значит мы либо делаем Правый алгоритм дважды Опускаем, поворачиваем Поднимаем, поворачиваем Опускаем, поворачиваем Поднимаем Не получилось Повторяем Опускаем Поворачиваем Поднимаем Поворачиваем Опускаем Поворачиваем Поднимаем И вот Все кроме центров Собралось Либо Выполняем Этот же алгоритм Но зеркально Видим Цвета не совпадают Значит, можно выполнить слева. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Все, кроме центров, собрано. Мы рассмотрели все возможные ситуации на верхнем слое Magic Tower. Если вы обнаружили какой-то случай, который я не показывал, то проверьте, совпадает ли цвет верхнего уголка с цветами нижних углов. Возможно, у вас не довернута верхняя часть, и нужно всего лишь повернуть уголок, и тогда вы увидите знакомую ситуацию. Осталось переставить центры. Помимо собранного состояния, здесь есть только один случай. Это перестановка четырех центров. Чтобы поставить центры на свои места, нужно сделать нехитрый алгоритм, который включает в себя три пиф-пафа. Но важно, в каком положении держать Magic Tower. Обратим внимание, желтый цвет на синие грани, синий цвет на желтой грани. Если мы поменяем два вот этих центра местами, то они встанут в нужное положение. Также здесь зеленый центр на красной грани, красный центр на зеленой грани. Если мы их поменяем, то тоже все соберется. Головоломку нужно держать так, чтобы центры, которые нужно поменять местами, находились на передней грани и нижней. То есть, если мы поменяем вот эти два, то грани соберутся. Передний должен идти вниз, а нижний должен идти вперед. И из этого положения мы делаем три пиф-пафа. Два задних центра также поменяются местами. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Третий пиф-паф. Все, собралось. Если мы выполним алгоритм из другого положения, то Magic Tower не соберется. К примеру, вот этот красный перейдет сюда, а этот желтый перейдет сюда. Из такого положения, если мы сделаем три пиф-пафа. Один. Второй. Третий. Мы видим, что центры все равно не собраны. Но если мы возьмем в нужное положение, передний должен идти вниз, а нижний – вперед. И два задних тоже должны меняться. Из такого положения делаем три пиф-пафа. Один. Второй. Третий. Все собирается. Алгоритм не хитрый, но важно знать, из какого положения делать. Пример сборки для закрепления. Находим три красных уголка. Один. Второй. Третий. Значит, здесь будет грань с красным цветом. Поворачиваем все три угла сюда. Вот получили три красных угла. Располагаем эту грань снизу и собираем первый слой. Красно-зеленое ребро вращаем, пока не совпадет зеленый цвет. Здесь совпал. Зеленое ребро слева. Значит, поднимаем справа. Вставляем ребро. Опускаем. Ищем дальше. Синий-красное ребро. Вращаем. Синий-желтый не совпадает. Синий с синим совпадает. Ребро справа. Значит, поднимаем слева. Вставляем ребро. Опускаем. Смотрим дальше. Вот желто-красное. Поворачиваем так, чтобы цвета совпадали. Поднимаем слева. Вставляем ребро. Опускаем. Далее. Доворачиваем верхний угол. Так, чтобы его цвет совпадал с нижними углами. Определяем ситуацию. Здесь ребро совпадает наполовину. Здесь не совпадает совсем. И это совпадает наполовину. Стандартный случай. Располагаем неправильное ребро, которое полностью не совпадает, назад. И выполняем алгоритм. Здесь неправильный цвет слева. Значит, начинаем пив-паф слева. Поднимается красное ребро наверх. Загоняем его на первый слой. Ребра собраны. Осталось переставить центры. Центры, которые нужно поменять, располагаем спереди и снизу. И выполняем три пив-пафа. Ну и третий. Magic Tower собран. Это не сложная головоломка. Я показал все возможные ситуации. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok